Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Елизавета Машикян, и наша программа «Короноизоляция». А сегодня у нас в гостях изумительный молодой музыкант. Когда он играет на гитаре, замирает всё вокруг, вы попадаете и окунаетесь как будто в другую какую-то страну, в другую реальность. И мы сегодня узнаем, как он проводит свою изоляцию. Встречайте, Александр Герка. Сашечка, привет! Привет, друзья! Привет всем! Рад присутствовать на этой трансляции, в этом интервью. Желаю всем приятного дня. И надеюсь, у нас получится очень интересная беседа. Ну ты, как всегда, сама галантность, самообходительность. Как же нам на самом деле этого не хватает, потому что все сидят дома, все вот в этой вот изоляции, все в каких-то проблемах. А как ты это всё переносишь? Потому что ведь я же уже у нескольких артистов, у певцов также брала интервью, и я прекрасно понимаю, и сама я как человек творческий, вот этой вот энергии зала, вот этой вот настоящей вот этой энергетики, её не хватает. Это же как наркотик, особенно. Ну ладно я, а для вас, для музыкантов, для тебя, ведь ты же живёшь в этом во всём. Как ты это всё переносишь? Да, конечно, конечно, концертов не хватает, и жуткая такая ситуация вот в мире, и в принципе в стране, в городе, она, я думаю, многих музыкантов подкосила, да ещё многих, наверное, всё-таки всех по большей части. Но, опять же, надо стойко переносить все вызовы судьбы и жизни, которые она нам бросает, надо с ними уметь бороться, уметь делать выводы, принимать их, эти вызовы жизни, и разрешать обязательно в свою пользу. Что касаемо концертов, да, конечно, хочется выйти на сцену, хочется выйти и поиграть, и покуражиться, как всегда это происходит на всех наших концертах, и очень тяжело, конечно, когда резко, ну, ты, например, там играешь, концертов 20, 15-20 концертов в месяц, и тут резко, бац, всё, она сидит дома, в четырёх стенах, и всё. Нет, ну, помогает, конечно, музыка, которую пишешь, которую, опять же, играешь, не забывая про гитару, не забывая вообще про всю музыку. Я бы даже, наверное, сказал, что музыки стало больше в моей жизни, благодаря этой самоизоляции, потому что дома сидишь, и регулярно что-то играет фоном, не фоном, но оно постоянно есть. Это, конечно, плюсы самоизоляции. Они есть. То есть ты сейчас, получается, как бы у тебя получил… Образовалось гораздо больше времени для творчества, для написания новых треков, новых вот… Это не мелодии, нет, это не музыка у тебя, это и не мелодия, и не музыка, это вот что-то, нечто такое глобально божественное, потому что я уже вначале говорила, что когда слушаешь твою музыку, твою игру, ты просто выпадаешь из мира реальности. Спасибо огромное. Ты ощущаешь себя в какой-то другой стране, на другой планете, совершенно другим человеком, но ты просто выпадаешь в какую-то нереальную реальность. Спасибо тебе огромное, очень приятно. Это как бы есть, это существует, и есть… Да. Ты имеешь в виду, касаемо вдохновения, да? Да. Я правильно. Именно вот вдохновение, оно всё-таки приходит, но я бы не сказал, что так часто, как когда работаешь. По большей части меня вдохновляет-то выход на сцену, путешествие, перемещение, вот эта динамика, это очень серьёзный фундамент для вдохновения. В принципе, в любой работе, когда нет сложившегося такого однообразного порядка, который перерастает в рутину, вызывает скуку, обременяет и так далее. Всё-таки здесь хочется, ну, чтобы было больше динамики. А вот касательно, если говорить про написание музыки, то действительно сейчас очень много всего происходит, много всего записывается, работаем. Опять же, музыке не прикажешь, и вдохновению тоже не прикажешь. Оно приходит не спрашивая, оно не стучится в дверь, а врывается, снося вставни, окна, стены и всё остальное. Поэтому здесь раз на раз, как говорится. Но работа ведётся, конечно. То есть на секунду ничего не останавливаясь. Более того, мировая ситуация и экономическая, и в глобальном масштабе она показала, что музыка всё-таки не самый надёжно защищённый актив, который может помочь быть, ну, вернее, может помочь не задумываться о том, что ты будешь делать завтра. Это в очень редких ситуациях. В большинстве случаев музыканты живут от прослушивания стримов, если кому-то повезло, рекламных контрактов. Но сейчас практически ничего этого нет. Ну, может быть, стримы, да, подросли, но концерты – это серьёзный источник дохода. Понятно. Саша, скажи, пожалуйста, вот очень многие и артисты, и наши с тобой общезнакомые артисты, да, то есть, например, даже взять того же Володя Брилёва. Он, помимо того, что он там пишет песни, музыку, готовится, там, записывает какие-то песни, он параллельно занял себя ещё картинами по номерам. То есть, он сейчас пишет, занимается, как бы ушёл в другое несколько творчества, параллельно ещё пишет картины по номерам. Я, как человек, который тоже не умеет сидеть на месте, я начала делать картины стразами вот этими вот тоже в украшении. А у тебя что-то поменялось, что-то добавилось? Ты вот куда-то пошёл, ещё что-то дополнительное, кроме музыки? Ну, в данный момент именно чтобы я куда-то пошёл мысленно и физически, да, такого нету, да. Я работаю с музыкой, но идейно, вот, всё-таки я могу сейчас сформировать для себя уже такой некий кластер своих интересов, куда бы я хотел их направить, чем бы я хотел заниматься, ещё помимо музыки. Вот видишь, парадокс даже, я во всех интервью всегда говорил, что не надо распыляться, надо быть только музыкантом, только заниматься музыкой, стремиться к этому и не отбрасывать эту мысль ни на секунду, когда ты начинаешь думать о чём-то другом, музыки нет, а это правда. Но в данной ситуации всё-таки хлеб на сущность, не сказать, музыка не так-то просто. Опять же, хочется кушать этот хлеб не просто так, а ещё и с красной икоркой. Это было бы очень здорово. И поэтому я могу где-то, это точно будет не связано никак с искусством, никак не связано с творчеством, хотя любой бизнес творчества, но если говорить именно о том, чем я непосредственно занимаюсь, это шоу-бизнес, искусство, написание музыки, это никак абсолютно не связано. Может быть, это будет, вообще не знаю, продажа горячей кукурузы. О, ну тоже творчество. А почему нет? Вот тоже творчество, ведь горячую кукурузу тоже можно готовить по-разному. Абсолютно. Безусловно, да, конечно, конечно. Опять же, надо найти эту кукурузницу, надо дизайн посмотреть, чтобы красивый был, привлекательный, просчитать место, где это поставить, подбить все эти расходы, и всё. Ну, вообще, позиционирование, всё-таки, даже кукурузница, это надо как-то её спозиционировать, чтобы люди обратили внимание, пришли и купили в конце концов эту кукурузку. Именно твою, и потом шли именно к тебе. Видишь, да, вот я в одиночестве интервью не беру, просто сегодня... О! Да, сегодня наш юник уже просто устал ждать, и уже вот прям пришёл, просился, просился, не могла не взять, понимаешь? Саш, скажи, пожалуйста, вот как твоё мнение и твоё отношение к тому, что, в принципе, сейчас происходит, да, потому что ведь очень многие семьи распадаются. Вот эта вот пандемия, она послужила, скажем так, неким толчком, я бы сказала, к тому, что действительно вот семьи распадаются, ведь очень много семей, не только в России, а, допустим, и также в Японии, да, там уже настолько большой распад семей, что уже просто взяли определённое количество, которое допускается заявлений в день, и ни одним заявлением больше. Что ты думаешь на этот счёт? Я, кстати, не знал информации по поводу Японии. Удивительно. Ну, вообще Япония такая довольно специфическая страна, это мир наоборот, мир наизнанку весь, и, ну, я бы не стал рассуждать и говорить, говорить про Японию, ни разу там не бывав. Мне тяжело говорить о том, что сейчас именно там может происходить. А касаемо наших окружающих, наших соплеменников в России, я могу сказать, что если семья, пара распадаются, то, скорее всего, причина и не в коронавирусе, и не в самоизоляции. Ну, по факту. И рано или поздно бы она распалась всё-таки. Это просто толчок. Это произошло именно как неким толчком. То есть это понятно, что была уже большая трещина, когда люди уже терпели друг друга, но им было проще терпеть, потому что была работа. Они уходили утром, возвращались вечером, они фактически не видели друг друга. А здесь их посадили в одно помещение, столкнули лбами. И, естественно, это понятно, что семьи не выдерживают. Но вообще, как ты думаешь, можно ли было бы или сейчас всё-таки реально ли что-то изменить? Какой бы ты дал совет людям, которые хотят расстаться или очень близки к этому? Начинают бы… Ну, я бы посоветовал в первую очередь не гасить это пламя, этот огонёчек, а попытаться вот эти тлеющие угли как можно сильнее раздуть, применяя разные средства. Для этого есть масса всего. Я, к сожалению, не психолог, не психоаналитик и психотерапевт. Мне самому порой такая помощь требуется, профессиональная. Но если говорить о именно музыкальном каком-то слове, я бы посоветовал просто людям внимательнее слушать и воспринимать друг друга. Быть ближе, быть более чувствительными. У нас люди сейчас стали абсолютно нечувствительны по отношению друг к другу. То есть все закрыты в мире. Вот это в собственном мире. И вот эта ситуация, когда людей сталкивают лбами в закрытом пространстве, она в итоге выливается вот в эту всю агрессию, бурю эмоций и чего-то ещё. Ну, для меня, лично для меня, это абсолютно несопоставимые с жизнью факты. Я не могу так делать. Если я живу с человеком, значит, я могу с ним находиться 24 на 7. Мне люди не надоедают. Опять же, но пускаю-то я людей к себе не очень-то охотно, понимаешь? Нет, безусловно, какое-то личное пространство должно быть, но вот таких ситуаций, как ты описываешь, ну, это не про меня. То есть мне даже тяжело в этом плане как-то порассуждать, потому что я не знаю, как так может быть. Я этого не понимаю. Ну, ты у нас всё-таки несколько иная личность. Ты человек... Да нет, абсолютно. Абсолютно. Нет, ну не скажи. Ты тот человек, который дарит волшебство и в какой-то степени даже ты какой-то маг и лекарь, потому что ты на самом деле производишь музыку, даришь своим слушателям ту музыку, которая позволяет залечить раны, посмотреть на что-то по-другому. То, о чём я говорила, да, то есть мы улетаем из одного мира в другой, мы видим всё совершенно... Если это получается, значит, работа проделана не зря была. Это на самом деле здорово, и я бы тебе очень благодарна, если ты нас, несмотря на то, что сейчас мы все закрыты в своих квартирах, но порадуешь и подаришь нам хотя бы частичку своей музыки. С удовольствием, с удовольствием. Гитара всегда рядом, она буквально вот под рукой. К тому же сейчас записали такой домашний концерт, вот на Ютубе будем его частями выкладывать, так дозировано, потом, может, вывалим вообще весь. Музыка, она является двигателем прогресса всегда, и у нас, благо, есть технологии, возможности транслировать это на весь мир. Надо этим активно пользоваться, я так считаю, и тогда как раз точно ни для каких ссор и всего времени не будет. Согласно. Просто лучше себя чем-то научиться занимать во всех аспектах жизни, даже вот когда вот такие жесткие условия, все равно можно найти и работу, и развлечение, и увлечение, и кучу всего сейчас можно придумать только благодаря вот веб-топу, который стоит на столе или на пузе у кого-то, у меня он чаще на пузе стоит, я лежа, все это делаю. Вот, у нас смартфоны, камеры сейчас, ну, почему люди так страдают в закрытом пространстве, для меня, опять же, это непонятно, я наоборот. Я, в принципе, кайфую в любой ситуации, независимо от того, есть самоизоляция, нет самоизоляции, мне всегда хорошо, я всегда всему радуюсь, здесь плюсы, везде есть минусы, а от того, что мы волнуемся, лучше ничего не станет и ничего не изменится, поэтому это бессмысленно просто. Давайте кайфовать лучше. Согласен. А сейчас музыкальное слово. Наушнички. Чуть-чуть микрофончик даже поставлю. Так вот, гитарки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Произведение Александра под нашим видео Все ссылочки и на YouTube, и на его аккаунт в Instagram Следите на самом деле, потому что слушайте Потому что это именно то, что даст вам некое наполнение в вашей жизни И вот если у вас где-то есть какие-то пустые места Эта музыка заполнит эти пустые места И заполнит именно любовью, восхищением и чем-то волшебным Ты меня засмущала Всегда приятно жить с какой-то частичкой волшебства внутри себя И осознавать себя немножко магом Так вот, Саша нам даёт эту возможность, даёт эту волшебную частичку Серьёзно засмущалась? Мы можем чувствовать себя некими магами, волшебниками Которые действительно могут преодолеть абсолютно всё Спасибо тебе огромное Очень добрые, тёплые слова Я прям заснущался, застеснялся Ну, что есть, то есть Спасибо тебе огромное, что ты уделил время Спасибо тебе большое, что ты побыл Спасибо тебе за приглашение Времени навалом сейчас, друзья Спасибо, что смотрели это интервью Чертовски рад был поговорить, выступить Минимально, конечно, но тем не менее Очень всё равно приятно Я буду рад вновь присоединиться к таким трансляциям Приглашайте, всегда открыт, к времени навалом, подчёркиваю, ещё раз Поэтому всегда, всегда к вашим услугам Я думаю, то, что может быть, мы посмотрим и решим Так как ходят слухи о том, что у нас изоляцию хотят ещё немножечко продлить Да куда ж больше-то, 31 мая уже, ну это же вообще кошмар Саша, меня уже обрадовали тем, что уже некоторым пропускаю Выписывают до июня, до конца июня месяца Поэтому я так предполагаю, что Биз Медиагрупп скоро придумает новые проекты Это уже будет не короноизоляция Это будет в рамках короноизоляции Но это будут проходить действительно красивые прямые эфиры С концертами, где артисты в прямом эфире смогут ответить вам на вопросы Порадовать вас своими песнями, либо музыкой Я надеюсь, Саша, что ты будешь с нами Конечно, безусловно, это даже не обсуждается Я только за Вот так, друзья, готовьтесь превращаться в магов И принимать волшебные нотки к себе в душу Заполняя все буквально пустые и тёмные места Спасибо вам огромное Оставайтесь с нами, следите с нами Друзья мои, с вами до новых встреч Спасибо, друзья До новых встреч Спасибо тебе огромное Субтитры сделал DimaTorzok